BYD Дельфин победил Tesla Model S. Я не мог мириться с таким положением вещей. В сегодняшнюю, так сказать, битву экономичности я выставляю Tesla Model 3 Long Range. Гражданин! Опойте на этих дорогах. Так, а что тут происходит? Я уверен в своей победе. Так, два оператора встали и вышли из машины. Всем привет, вы на канале Tesla Cars Беларусь. И мы продолжаем рассказывать все самое интересное об электромобилях. Те, кто внимательно следит за нашим каналом, знают, что BYD Дельфин – самый экономичный электромобиль. Да, он победил Zikar X, он победил Geometry E. Но для тебя, конечно же, самое печальное, что он победил Tesla Model S. Ну, Tesla, скажем так, была так себе. 2015 года с пробегом 200 тысяч километров. Самая базовая версия 75D. 70D. Ничего себе, еще хуже. Еще хуже, чем я думал, да? В общем, друзья, я не мог мириться с таким положением вещей. И поэтому сегодняшнюю, так сказать, битву экономичности я выставляю. Это там новейшую Tesla Model 3 Long Range. Ну, это, конечно, серьезная заявка на чемпионский титул нашего канала. Знаешь, все-таки я не столь уверен, потому что эта машина в полтора раза больше, чем Дельфин. В то же время она и в два раза мощнее. И в три раза дороже. Точно. Ну, цена, к счастью, не влияет на экономичность. Как раз надеюсь, что влияет в сторону уменьшения. Так, у нас здесь обновленная Model 3, которая стала, я бы сказал, еще прекраснее. Вот эта морда в стиле Tesla Roadster с зауженными фарами. Выглядит очень современно. Черты Tesla Roadster делают ее более солидной и премиальной. А также посмотрите на эту обновленную филейную часть. Задние фонари так вообще, по-моему, произведение современного искусства. Направление на премиум прослеживается и в салоне. Более дорогие материалы отделки, амбиентная подсветка, новая центральная консоль. И вот это вот переключение передач теперь реализовано в стиле Model S Plaid. И что самое интересное, вентиляция в сидениях. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь в Model 3 будет вентиляция в сидении. Панорамная крыша никуда не делась. Экран с высокой чувствительностью тоже на месте и стал чуть-чуть больше. Мне вот интересно, поворотники на руле, это удобно вообще? Паш, на самом деле это требует небольшого привыкания. Но в принципе это очень удобно, что можно не снимать руки с руля. И недаром эту схему используют на суперкарах, таких как Ferrari, Lamborghini. Где тоже переключатели поворотников на руле. Слушай, я только не разобрался. Тут типа легкое касание, этот он троекратно включается, по-моему, да? Обычно он выключается, когда ты даже вот перестраиваешься, пересекаешь линию разметки, он выключается. Так здесь, кстати, для меня здесь очень все родное. Единственное, конечно, не штурвал, но такой приятный руль. Я так понимаю, что людям все-таки не понравился штурвал, не оценили они. И поэтому Tesla вернулась к обычному рулю. И что мне нравится, здесь передачи переключаются на экране, как в плейде. То есть я сюда сел и почувствовал себя просто как дома. А пипка... Вот, кстати, отличие еще от Model S Plaid, то если там, чтобы включить сигнал, надо нажать на кнопочку, что тоже было очень много критики, было неудобно, потому что в чрезвычайной ситуации, попробуй еще нащупай эту кнопочку, чтобы подудеть. Здесь сигнал вполне стандартный. Привычно, да, ладонью шлепаешь. Ну, можно поменять сигнал, кстати, и мелодию сигнала. То есть вот какой-нибудь там паровозик поставить из... Интересно, в Model S можно поменять мелодию сигналы? Думаю, можно. Ну, где в различных... Так, сейчас я быстро. Точно есть. Точно, точно, точно есть. А, вот. Вот, звук клаксона, вот. Аплодисменты давай. То есть оно не меняет сам звук клаксона, оно просто добавляет еще. А вы знали, что в Tesla есть такая функция, как громкоговоритель? Кто-то может возразить. Вот уже полезная функция Мегафон. Для чего она нужна в автомобиле, если это не спецавтомобиль? Объясню. Распространенная ситуация. Какой-нибудь тесный двор, и по дороге, где ездят автомобили, идет пешеход. И он не слышит, что сзади едет электромобиль. Если ему посигналить, это его может напугать, взбесить, разозлить. Плохой вариант. Включаешь Мегафон и аккуратно говоришь. Гражданин, не соблаговолите ли вы езды с дороги? Гражданин. Аплодисменты с дороги. Видите? Работает. Благодарю за внимание. Ладно, на самом деле, ребята, все это баловство. Важно, что же все-таки экономичней. Кто царь экономичной горы? И я делаю свою ставку, безусловно, на Теслу. Несмотря на то, что она значительно тяжелее, больше и мощнее, я верю, что Тесла победит. Но я попробую выжать из BVD максимум. В смысле, минимум. BVD на фоне Тесла выглядит, конечно, очень скромно. Передний привод 177. Ну, кстати, неплохо. 177 лошадиных сил электродвигатель. Оснащен он вообще просто практически как премиальный автомобиль. У него искусственная замша на креслах. У него очень развитый адаптивный круиз-контроль с функцией автопилотирования, можно сказать. Есть удержание полосы, камеры по кругу. Вот можете посмотреть под лобовым стеклом. Тут аж две камеры спрятаны. Кучу приложений можно на него устанавливать. Если бы мы жили в Китае, то это был бы вообще не автомобиль, а такой натуральный гаджет. Но, к сожалению, из всего этого работать у вас будет только адаптивный круиз-контроль. Но уже неплохо. Еще одной полезной фишкой BVD является то, что у него установлена литий-железо-фосфатная батарея. Да, она в некоторых параметрах проигрывает литий-ионной, как у Теслы. Но есть у нее неоспоримые достоинства. Во-первых, она не горит совершенно. Ее можно заряжать до 100% и разряжать до нуля без вреда для батареи. Большинство литий-ионных батарей требует зарядки до 80% и разрядки не более чем до 15-10%. Эту же батарею можно использовать, скажем так, на все 100%. Для таких машин с такой маленькой батареей это очень актуально. Да, у тебя рабочий диапазон получается, ну, вся батарея. Ладно, хватит про BVD, у нас есть целый выпуск про него, ссылка вот здесь. Ну, а мы поехали. Я должен сказать, куда поехали, обнулись показания. А, надо же, да, обнулиться. И, кстати, обе машины заряжены до 100% и стоят, как вы видите, в тепле. Ну, погнали обнуляться. 99% и 368 километров запас хода. Здесь вот такой известный значок меню бортового компьютера, как будто две такие странички наложены друг на друга. Нажимаешь, появляются стрелочки, доходим до нужного нам пункта, удерживаем колесико, нажимаем и все, обнуляется. Все, предлагаю выставить 21 градус на климат-контроле и на этом завершить подготовку к Теслу. Так, теперь очередь Теслы. Вот делаем сброс и устанавливаю температуру 21 градус. Пока Артур не видит, я перекачаю колеса, это влияет на экономичность. То есть, чем больше накачаны колеса, тем меньше расход энергии. Пишет 488 километров. Уже, правда, заряд чуть-чупал. 99% заряда. Так, а что тут происходит? Я не понимаю. Прекрасно. Паша, эти дешевые уловки тебя не спасут от поражения. Ладно, я просто накачиваю все-таки до рабочего давления. Действительно, приспущены колеса. Ну, а насчет того, что перекачанные колеса влияют на расход, это правда. Но этим приемом я пользоваться не буду. Ну что, набились шпроты в консервную банку. Поехали. В принципе, погодные условия в том тесте и в этом у нас похожи. Температура чуть-чуть выше нуля, но тогда был влажный асфальт, а сейчас все-таки солнышко и сухо. Это, кстати, влияет на запас хода. Садишься в BYD и понимаешь, что у тебя 177 сил под капотом, хочется притопить. Но я этого делать не буду, потому что на кону чемпионский титул. А вообще, BYD мне нравится. Очень грамотный автомобиль с точки зрения компоновки. Не зря таксисты, таксисты полюбили BYD «Дельфин». Берут его просто охапками. Между прочим, один из таксистов мне рассказывал, что есть машина, которая прошла уже 200 тысяч километров. BYD «Дельфин». И ни малейшей просадки батареи, и каких-то глобальных проблем за этот пробег не обнаружилось. Это не реклама. Но ссылка на автомобиль в описании. Что-то 26. Что-то за фигня вообще такая происходит. Так, два оператора встали и вышли из машины, я считаю. А ну вон пошла! В прошлом тесте, когда в машине никого не было, и водитель был один, был расход около 15 киловатт-час на сотню. Сейчас 20,4. Немножечко припал. Что-то мне мой расход с операторами в салоне совсем не понравился. Ну блин, удиви меня. Ну удиви. 15,4. Да. Что, сколько у тебя? Да, 23. Все. А, стой, ну подожди, у меня 4 оператора. Маленькая машина, она очень чувствительная к перегрузке. Аж три оператора. Ну блин, три, да, обсчитался. Четыре, я переводчик. Знаешь, что ты негдот? Да, я не переводчик, да. Так, операторы, садитесь ко мне, чтобы он не ныл. Вот посмотришь по итогу, будет примерно то же самое. Что, по промежуточным итогам я, конечно, Пашу сделал вопрос, как сейчас Тесла себя покажет, когда в машине три оператора. Но я уверен в своей победе. Ну даже дело не в этом, ребята, я в восторге. Новая тройка – это просто чистый восторг. Во-первых, сразу же шумоизоляция. Тишина в салоне на уровне автомобилей премиум класса. Очень тихо, очень. То же самое – это шаг вперед по плавности хода. Все-таки первая троечка была такая немножко жестковатенькая. Здесь она по-прежнему, она не стала каким-то мягким автомобилем, но очень приятно проходит неровности, всякие ямки. Машина осталась, как и прежде, а тройка достаточно хулиганской. Острое рулевое управление, отзывчивое. Многие задаются вопросом, насколько удобно переключать режимы движения на экране. Я вас уверяю, что это очень удобно, это практически не требует привыкания, это очень интуитивно. То есть ты двигаешь машинку вперед на экране, машина едет вперед, двигаешь назад, она едет назад. Притом здесь есть умное переключение передач. Если машина стоит задом к стенке, то она сама подключает тебе передачу вперед. Тебе вообще не надо ни о чем думать. Ребята, если вы любите погонять, я вам как гонщик, как автоспортсмен скажу, что эта машина точно не оставит вас равнодушными. Ну, где вам ее купить, вы уже знаете сами, ссылка в описании под видео. Интересно, что тут у нас расход растет. О, нет, он продолжает снижаться. 14,3. Я, конечно, был уверен в Тесле, но чтоб настолько. А снижается ли сейчас расход в BYD? Посмотрим на финише. Ну что, друзья, мы вернулись к нашему салону и можем зафиксировать результаты. Проехали 25 километров и расход у Теслы Model 3 13,8 кВт-час на 100 километров. Он еще снизился. Израсходовано всего лишь 6% батареи. То есть сейчас заряд 94%. То есть потеряли только 5% батареи на 25 километров. В таком темпе, как мы ехали, можно проехать 500 километров. Ну что, пойдем посмотрим, что там у этого лузера. Паша, я практически уверен, что ты проиграл. Потому что расход электроэнергии даже снизился. 13,8. Ну, у меня тоже снизился, но не так. Итак, когда мы выезжали из шоурума, запас батареи был 98%. Сейчас 92%, то есть израсходовали 6. И средний расход у нас получился в итоге 19,4 киловатт-часа на 100 километров. Ну ладно, раскрываем все карты. Какой у тебя в итоге оказался? 13,8 киловатт на 100 километров. Да. Мне тут нечего возразить, потому что при всех моих стараниях и ухищрениях у меня расход 19,4 итоговый. Так что, ребята, Tesla number one. А сколько у тебя в процентах от батареи еще осталось? Ну, когда мы выезжали, было 98% и сейчас 92%. Ну что, Tesla израсходовала на 30% меньше, чем машина, которая в два раза меньше. В два раза менее мощная. Артур, а в чем секрет Tesla, я не понимаю? Ну, это просто уникальная технологичность всей системы. То есть все узлы и агрегаты очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Плюс, опять же, ноу-хау технологии по батареям и по двигателям. Tesla по-прежнему впереди планеты всей. Да, Паш, не забывай, что именно с Tesla все-таки началась история массового электромобилестроения. Кто здесь папочка, так сказать? Кстати, какая динамика у BID? Ну, по разным данным от 6 до 7 секунд. Ну, Tesla это 4,3 секунды до сотни. Я, конечно, так не газовал, потому что очень хотел победить. Думаю, даже себе газовал. Все равно не сильно бы поменялась ситуация. Возможно, таксистам стоит подкопить на Tesla и экономить на электроэнергии. И я еще все-таки попытаюсь сделать скидку на то, что хуже аэродинамика. Очень сильный ветер сегодня был. И все-таки менее мощная машина, она более чувствительна к количеству пассажиров внутри. То есть вот эти 4 человека в начале в салоне, они, возможно, сыграли свою роль. В ответ на это хочу сказать, что в истории битвы BID против Tesla BID не помогло бы ничего. Тем не менее, в мировом масштабе битва Tesla и BYD, она только набирает обороты. Так что подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе самых горячих электромобильных новостей. И самых интересных сравнений. Всем пока. Пока.